У меня на канале не было щей с кислой капустой. Я решил, вот как раз был стрим, и кто-то подал мне идею, такой, мол, типа, сделай басяцкие, брутальные, домашние щи с квашеной капустой. Я сразу, соответственно, начал припоминать, что же у нас должно быть, кроме квашеной капусты, в брутальных домашних щах. Обнаружил во всех своих файлах, и порылся даже специально в книжках, и обнаружил, что традиционные, простые, зимние щи на большей части российской территории варятся со свининой. Почему? Ну, потому что в зиму, и у меня в детстве, да, я рос в деревне, свиней били на первый снег для того, чтобы можно было хранить деревенскую историю. Понятно, что в рамках промышленности сейчас уже это все механизировано, и их бьют там круглогодично, без всяких проблем. Но я решил, что свинина все-таки самоподходящее мясо, поэтому взял ребра, вот, такие, они без мяса, без особого. Мне просто нужны косточки, и ребра – это, в общем, одно из немногих частей животного, которое имеет губчатую кость, а не трубчатую, сладкую кость, и поэтому, если вдруг у вас там нету возможность брать грудинку говяжью, то берите ребра и не пожалеете, с ребер навар не хуже, чем с грудинкой. Все, ребра, как, ну, носитель костей, я, соответственно, забрасываю сюда. Потом можно будет снять с них мясо, когда оно отойдет от кости. И сюда нужно залить обязательно воду. Уже я сейчас сразу же поставлю кипятиться. Значит, наш любимый спонсор – аквафор. Помимо кувшина, который я всегда использую для приготовления еды, у меня еще есть домашний, стационарный. Вот здесь вот торчит кранчик, у меня весь агрегат стоит под раковиной. Он называется «Марион». Там, конечно, объемы воды, проходящие через него, гораздо больше, чем просто через кувшин, но и, соответственно, стоимость другая. Бульоны я уже давным-давно варю только на фильтрованной воде, потому что в разных регионах России есть регионы, в которых люди пьют воду из-под крана. Вот я езжу по командировкам, да? В Москве из-под крана воду не попьешь, если же дом весь не подключен к фильтрам. Поэтому, заплатив немного денег, вы ставите себе фильтр и все. Даже пить можно без кипячения. Поэтому для бульона важно иметь воду, которая не имеет хлорки и вот этого всего. Значит, что я делаю дальше? Воду я налил. Мясо – это окорок. Я специально выбрал кусок с жиром для того, чтобы на этом жире сделать зажарку. Все, я сюда добавляю мясо и ставлю вариться бульон. Пока у меня фильтруется вторая часть воды, я быстренько половинку луковицы, небольшой, прям маленькой, я ее помыл, разрезал в шелухе, слегка подпекаю, ну и брошу, как вы уже поняли, туда, в суп. Не в суп, а в бульон пока что еще. Значит, что мне нужно? Только половинку луковицы с шелухой и парочку лавровых листиков. Из геленджика я притащил лавровые листики от своего тестя. Он живет там, а там лаврушка растет повсюду. Вообще. Значит, сюда сразу же луковицу и обязательно соль. Кто бы и как бы меня не ругал за то, что соль и нужно солить в конце. Нет, я буду солить в начале. Рвите меня, режьте, ничего не знаю. Значит, сюда в сковородку я сразу же нарезаю, отправляю сольцо с окорока. Да, режу крупными кусками, потому что я не планирую вот это выжаренный, вытопленный жир, вернее, сами шкварки добавлять в щи. Мне нужен всего лишь жир, который вытопится для поджарки лука, ни для чего больше. Если вдруг вы решили добавить шкварочки туда, то значит, жирок помельче рубим, раскидываем, вытапливаем, вместе с луком пережариваем и туда отправляем. Да, значит, я это сюда. И лучок сразу же режу. Лучок, значит, в отличие от разных-разных рецептов щей, с квашеной капустой в том числе существует море. Существуют постные, существуют с мясом, и с говядиной, и со свининой, и с курицей, и с чем угодно. Но в большей степени, конечно же, вы понимаете и без меня, что квашеная капуста – это продукт зимний. Летом такие щи никто не варит. А если у вас есть еще и русская печка, как, например, во Владимире, в русской деревне, куда я езжу периодически и готовлю в русской печи, там щи получаются просто другие. Просто. Вот, казалось бы, кто работает с русской печью, они говорят, ну, мол, типа, так даже и не определишь, что щи из русской печи. Ну, что, мол, есть русский дух, там, да, печной дух, и все это получается такое очень нежное и, как бы это правильно сказать, такое теплое, вот не по температуре, я имею в виду, а по душевному состоянию. Но многие говорят, что, мол, типа, не отличишь, в печи ты их протомил или в духовке. Тут я всегда спорю и говорю, вот это вы привыкли так говорить, когда у вас печь под рукой. А когда печки нету, любая еда получается оттуда такая насыщенная, плотная, вкусная, нежно растомленная. Значит, ставлю сковородочку вытапливаться с сало. Значит, сразу же в сало я добавляю зубчик чеснока. В процессе я выкину его. Но мне нужно вот в момент, когда сало вытапливается, только-только первый момент, да, нужно взять и, так сказать, внедрить туда легкий аромат чеснока. Чеснок покоцанный какой, молодой, портится. Китайский нифига не портится. Лежит всю зиму, даже не сохнет. Так, я его не буду мелко резать, я просто брошу для того, чтобы сейчас который жир выделяется, ароматизировался с помощью чеснока. Дальше все очень просто. Моя схема любимая, вы все прекрасно знаете. На разных супах уже рассказал, показал, попробовал. Крепучая капустка. О! Запах такой нормальный. Она визуально кажется, что недоквашенная. Да, безусловно, она немножко недоквашенная. Все-таки это рыночная история. И люди, которые на рынке торгуют капусткой, они, ну, как бы оборачиваемость большая, и она у них не успевает созревать. Конечно, когда я приезжаю к матушке, и вдруг бывает такое, что она не поленилась и сделала капустку, то, ух, она такая, когда выстаивается хорошенько, месяц-два, она такая ядреная получается, прозрачная вся, кислющая. У самого аж слюни потекли. Капустку я режу для того, чтобы удобно было ложкой есть. Я уже говорил об этом не раз. Сало вытапливается, чесночком ароматизируется. В зависимости от потребностей, в сало можно больше или меньше добавлять там чеснока. Значит, здесь есть рассол в каждой банке. Его ни в коем случае выливать нельзя, потому что это добавка в щи. Рассол, не дай бог, кто-то вылил. Щи не получится. Значит, жирок сколько нужно вытопился, все остальное я выкинул. Ну, честно признаюсь, магазинная свинина очень сильно отличается от деревенской. И если у вас есть возможность и деревенскую брать, берите ее, потому что, ну, так себе вариант, короче. Лук нужно постернуть. Если тут попалась немножко капуста, ну и ничего страшного. Обязательно пол столовой ложечки томатной пасты. Обязательно. Лук не нужно выжаривать. Как только томатная паста слегка выкрасила лук, в принципе, можно выключать. Бульон у нас варится час, а потом мы добавляем все остальные ингредиенты и в том числе пассировку. Прошло 40 минут, чуть меньше часа. Мясо от кости начало отставать. Вот здесь видно, кость оголилась. Вот здесь видно, что кость оголилась. Ну и пора сюда отправлять, значит, поджарочку нашу. Раз. Поджарочку отправляем. И обязательно капусту. Капусту я не обжариваю, как я уже сказал ранее. Рассол тоже сливаю сюда. Все полностью выгребаю. И нужно учесть один важный фактор. Капуста квашеная, в отличие от свежей, варится в два раза дольше. Поэтому наберитесь терпения, ставьте на медленный огонь и варите, пока капуста не приготовится. Значит, когда вы поймете, что капуста уже стала мягкой, пора резать картошечку. Маленькая досточка. Картошка не помещается. Что это такое? Картофан я нарезал кубиком и отправляю сюда, в щи. Дуся, я понимаю, что пахнет вкусно, но щи это брутальная русская еда, а никак не гламурная йоркширская. Когда все сварилось, крупный зубчик чеснока нужно мелко-мелко порубить, пока еще щи с квашеной капустой кипят. И все, разминаем чесночок с солью, чтобы, знаете, там кусочков не плавало. Хотя, если, в принципе, это же домашний вариант, никого особо не должно парить, что там кусочки вдруг появились. Ну, появились и появились. Но я предпочитаю все-таки растереть. Получилась вот такая вот еще не до паста, но уже не кусочки. Все, еще разочек можно протереть. Штука удобная, полезная. Сюда отправляем. Все, никакого лишнего масла не добавляем. А-а-а, щи с квашеной капустой. Настоящее домашнее вкусное блюдо. Великолепно. Картошка, получается, что кислая среда, да? Здесь же достаточно кислая среда. И в прошлый раз были комменты, что, мол, типа, в кислой среде картошка не разваривается. А что же она делает-то? Она разваривается, еще как. Ее даже тут особо придавливать не нужно. Нажал и все. Визуально она как будто кажется, что квадратики сохранили форму. Да, некоторые квадратики сохранили форму, но стоит только на них пальцем надавить, как тут же раз, форма теряется. Вон она вся, картошечка мягенькая-мягенькая. Так что все варится. И в кислой среде варится. Проблем нет. Это такие нюансы маленькие. Не заморачивайте себе в голову. Вот реберное мясо. Кое у нас отошло от кости. Попадается. Ну а я хочу все-таки больше капусты. Значит, если вам не лень, то обязательно возьмите ребра, снимите мясо с кости и верните обратно в суп. Я хочу ребрышко оставить. Потому что его, конечно, вкусно, удобно и аппетитно есть руками. Доставать и прям грызть. Особенно мужская часть населения. Хотя я уверен, и девушек есть достаточное количество любителей пообгладывать кости. Сметану обязательно. Зелень. Ну, по вашему желанию, я всегда говорю. Я сегодня специально зелень не покупал. Я хотел полностью насладиться вкусом квашеной капусты. Ну, и, соответственно, рассола, который там внутри. И главное, чтобы мяско было разваренное. Ну, и сметана, которая делает щи из квашеной капусты с легким сливочным привкусом. Вот это бомбическая история, которая должна быть у вас на столе, дорогие друзья. Вы что? Это же... Видите, одна недорезанная капуста, и вон брызги по всему столу. Вы знаете, в Москве стало холодно, прохладно. Осина стала. Осина стала, холодно стало. Птички гумно перестали клевать. Выйдешь, бывало, разденешь, хлебало. Ну, и погодка. Это такую-то мать, да. Поэтому хочется всегда что-то наваристого такого. Горячая, зараза. Мясо. Я вам так скажу. Беру свои совы обратно. Берите ребра, наваривайте только на ребрах. Я не пробовал куски окорока, который там у меня отварился. Я вижу, что он мягкий. Но вот это на реберное мясо, которое здесь лежит, это, конечно, деликатес. Величайший. То есть я понимаю, что вот ложкой вот так вот раз его сюда прям снимаете. Вот оно. Просто шикарное, сваливающееся мясо. Там много жилок, и это, ну, дорогого стоит. Значит, еще есть вариант добавлять сюда семя укропа во время варки. Я не добавляю. Хотя иногда бывает хочется. Но те, кто практикует, можно его на ужин запивать крепышом. А кто не практикует, те просто наслаждайтесь, дорогие друзья. Мы уже к зиме подбираемся. И нужно, так знаете, себя готовить с осени. Что вроде как в зиму входите. И уже вот этот вкус квашеной капусточки и так далее. Я в кафе у себя намариновал репы, наквасил. Ой, она такая вонючая, зараза. Но вкусно. Ешь ее прямо счастье зимнее наступает. Извиняюсь, я поем. С вами прощаюсь. Классные щи получились. Всего доброго. С вами был Игорь Негода.